Мастера прикладного искусства из Санкт-Петербурга поделились с народными ремесленниками навыками росписи по дереву, росписи по натуральному шелку в технике «Холодный батик» и по изготовлению ювелирных изделий из натуральных камней. В копилке этих мероприятий уже очень много интересных творческих встреч, мастер-классов, выставок, круглых столов, которые направлены на духовное и культурное сближение наших стран и наших народов. Мастер по росписи дерева Елена Леонова работала в техническом дизайне, занималась эргономикой. В 90-е годы открыла для себя мир народных промыслов. Сейчас она расписывает матрешек. Матрешка – настоящая народная любимица, покорившая весь мир. Эта удивительная кукла стала символом русской культуры, красы и материнства. Елена Леонова поделилась опытом росписи русской куклы. Для начала берется готовая деревянная заготовка. Она просто деревянная, безликая. Карандашом наносится рисунок. Он непроработанный, так наметка. Такая, чтобы можно было понять, что дальше будет. А дальше уже все. Рисуется личико, рисуется платок, рисуется сарафан. Ну а дальше уже как вот... Я иногда даже не знаю, какая получится матрешка. То ли она будет с цветами, то ли она будет в другом сюжете. Краски высохли. И начинаем покрывать лаком. Кисточкой аккуратненько, слой за слоем. На матрешках здесь пять слоев лака. На маленьких поменьше. Ну даже на солнышке три слоя лака, чтобы... Ну это было такое, чтобы людям это было приятно, чтобы это светилось. Участники мастер-класса и просто ценители прикладного искусства с большим удовольствием рассматривали и приобретали ручные изделия. Мне больше всего понравились матрешки. Чем понравились? Тем, что на них такие цветочки, розы. А розы мои любимые цветы. Мы купили магнитики божьей коровки, потому что они нам понравились больше. Потому что они такие, ну не маленькие, их можно взять с собой. Путешествие какое-то. Росписью по натуральному шелку в технике «Холодный батик» поделилась Людмила Перчаткина. Мастер вживую расписывала маки. Очень много вдохновения природа. Очень много посуды. Очень много, конечно, пересматриваемых художников. То есть музея. Ну, что видим, то и рисуем. И, а как получается, ну вот я не знаю, какой цвет здесь будет на фоне, да. Вот как я говорю, в какую краску макну, такой фон и будет. Потому что фон можно сделать и красный, и зеленый, и черный, и синий, и белым оставить. Все возможно. И маки бывают и красные, и синие, и белые. Поэтому вот что на душе, то и на полотне. Людмила Перчаткина выставляет свои работы в городах Российской Федерации. В ее коллекциях присутствует реалистическое изображение цветов, есть абстракционная работа и комбинированная как живопись, так и витраж. Жители автономии, записавшиеся на уроки по обучению батики, по-настоящему заинтересовались данным искусством. Батик – это достаточно дорогое удовольствие для любого жителя города, который не занимается профессионально этим. Да даже для того, кто и занимается профессионально. И когда нам объявили, конечно же, не было никаких сомнений о том, что мы хотим здесь быть и хотим участвовать. Здесь очень доступно, наглядно, поэтапно, с объяснением, какие красители должны использоваться, как готовить материал непосредственно для изображения дальнейшего, какие лучше составы иметь для того, чтобы разделять рисунок, и как можно выполнить несколько видов батик. Горячий батик, холодный батик, батик, который имеет определенный контур, и батик без контура. Анна Солнцева ювелирными изделиями увлекается с детства. Она изготавливает из натуральных камней серги, кольца, браслеты, колье, кулоны. Много чего рассказывала по поводу изготовления именно серебряных изделий, серийных, мелкосерийных, и какие камни там используются, и какие технологии немножко мы так прошлись. И сейчас девушки с удовольствием вручную, используя фурнитуру не ювелирную, правда, но натуральные камни, они сами могут изготовить для себя сережки, брошечку, что-то простое, но именно свое, уникальное. Участники данного мастер-класса брали уроки и сами изготавливали бижутерию. Мне очень понравились эти изделия, бусы, браслетики. И вот сейчас вот я вот эти вот, сама вот сейчас вот приотойла вот такие вот сережки, пару сережечек. Очень интересно, очень красиво и доступно. Я тоже являюсь народным мастером Гагаузии, поэтому мы приехали, чтобы кое-чему здесь научиться. Мастер-классы прошли в рамках культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Гагаузии.